В селе Косолапово Целинного района состоялся 12-й международный слет кадет сельских школ Зауралья. В этом году его участниками стали более 100 кадет юнормейцев и членов военно-патриотических клубов из Китовского, Половинского, Целинного и Шумихинского районов Курганской области, города Кургана и города Кастанай Республики Казахстан. Команды состязались в конкурсах по скоростной стрельбе из пневматической винтовки, по метанию ножей, по перетягиванию каната. По итогам конкурсной программы в обеих возрастных группах победители кадеты Косолаповской средней школы Целинного района. Второе место в старшей группе заняли кадеты Половинской школы, третье место военно-патриотический клуб Сармат Республика Казахстан. В младшей группе второе место заняли кадеты Веденской школы номер 2 Китовского района, третье место команда юнормейцев из Китовской школы. В Сафакулевском районе на базе детско-юношеской спортивной школы прошли районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся общеобразовательных учреждений, администрации муниципальных образований, организаций и предприятий. В итоге среди школ места распределились следующим образом. Первое место Сафакулевская школа, второе место Яланская, третье место Сулюклинская. Участники соревнований от организации показали следующие результаты. Первое место Детско-юношеская спортивная школа, второе место Яланский сельский совет, третье место Мансурский сельский совет. С 15 апреля по 14 мая текущего года на дорогах города Кургана будет ограничено движение грузовых автомобилей с грузом. По мнению городских властей, такая норма позволит защитить дороги от разрушения. Ограничения не будут распространяться на международные перевозки, пассажирские автобусы, а также на автомобили, которые перевозят продукты, животных, лекарства, ГСМ, семена, удобрения, почту, автомобили Минобороны и техника, участвующие в предотвращении или ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Для остальных транспортных средств, попадающих под ограничения, движение по дорогам Кургана будет возможно лишь при наличии специального разрешения. В Кургане с 21 по 23 марта из-за ремонтных работ на водоводе будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Ленина на участке от улицы Пушкина до улицы Коли-Миготина. После завершения работ подачу воды восстановят в полном объеме. Кроме того, из-за аварии временно будет ограничено водоснабжение ряда домов по адресам улица Карла Маркса, 124А и улицы Ленина, 31 и 33. Департамент строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области направил в Министерство транспорта Российской Федерации документы на финансирование реконструкции путепровода через железную дорогу по проспекту машиностроителей в Кургане. По предварительным подсчетам на реконструкция моста требуется более 1 миллиарда рублей. Заявка на соответствующее финансирование сейчас находится на рассмотрении в Минтрансе. К ремонтным работам планируют приступить уже в этом году. Завершить реконструкцию планируется в 2021 году. Команда Китовского района стала победителем областного зимнего фестиваля ГТО, посвященного 76-летию со дня образования Курганской области. Участие в муниципальном и региональном этапах фестиваля приняли более 2 тысяч жителей области в возрасте от 6 до 76 лет. В финале встретились 25 команд. По итогам командных состязаний первое место заняла команда Китовского района, второе место команда Макушинского района и третье у команды Кургана.